всем привет и сегодня у нас очередной осмотр дома сегодня мы будем осматривать домик наверно самый лучший за последние дома которые вам показывал этот дом стоит 400 4000 если бы у меня все было прекрасно на финансовом плане так далее я бы уже только лишь из этих гаражей на него засматривался это опять будет у нас открытый тур входим по приложению и нам никто не мешает так ничего все разблокировалась и входим смотрите как здесь красиво на фотках конечно выглядит намного красивее там поярче и все остальное но это такая интересная дизайнерская идея хотя не знаю может быть и без нее будут намного просторнее это у нас сразу входишь получается грубо говоря своего дания наверно там где люди будут кушать красиво просторно я говорю я когда увидел что вот этот дом можно посмотреть я сразу даже без задней мысли сюда рвану сразу вижу первый нюанс как инспектор а вот это вот окно плохое надо менять если видите здесь влага конденсат значит там уже герметичность его нарушена так тут у нас все понятно пойдемте на кухню кухню даже самого далека уже выглядит просто офигенно во-первых хитчин эйд это достаточно глотной бренд все четко и красиво контор тап конечно такой дешевенький типа пластмассовенький но в целом ничего очень даже круто что у нас тут фосит не фосит это под второго образца конечно но в целом видите как все намазано красиво чисто вот да даже вроде как не течет на зерканях слушайте такое ощущение что инспекцию делаю дома это вот такой волкин клозет типа для всех специй всего остального всегда куча моря шкафчиков но это нормально тем а нет вот здесь вот наверное будут люди кушать и это эре сразу же переходит в то место где у нас зал с таким полтораэтажным двухэтажным потолком камин это офигенная вещь мне очень нравится но это проверено работа номер газ будет выключен он не заработает идите а слушать если есть газ то он тогда зажигает вручную а не выключать за что-то я немножко затупил так ну и пойдемте смотреть сколько здесь еще комнат насколько я помню здесь а вова не помнит у нас 4 комнаты 3 ванны значит первая ванна вот такая сквозная то есть можно что оттуда что отсюда пройти мы сюда зашли можно было так и так новичка это все такое золотое все старое конечно под замену но ничего так что дорого в целом все даже симпатично термостат ну понятно кто то не на нем задешевили давайте будем выключать свет чтобы люди не тратить деньги на электричество это у нас я думал лаундри а это просто не открывать не будем ломать не наш дом пока что тогда комната ну чё стандартно меряем шагами все поверил 5 на 5 если бы не было этого уголка было бы немножко просторнее здесь наверное это все-таки туалет с ванной нет клади очередной клади там у нас это понимаю вход в гараж да но сначала будет вместо где стирают тоже очень хорошо я выключил газ электричество вытяжка для драйвера сразу на улице и ракон через гараж потом пути будет намного легче пробивать старый вентильный двор и вот это вот очень тоже крутая штука когда в прачечной у тебя есть умывальник есть чеки 1 2 3 4 очень даже круто удобно но в гараж мы пойдем чуть-чуть похоже сейчас смотрим остальное дом идем дальше что у нас здесь по комнатам у нас здесь больше ничего нет слушать я уже начинаю блудить а нет вот этого походу комната хозяев я так понимаю потому что пока что это самая большая комната которую мы видели если здесь будет сам большая ванна то это комната хозяев что в принципе так и выглядит так меряем комнату эта комната 6 на 8 шагов средний шаг 70 сантиметров делайте свою математику входим у нас ванну достаточно такой интересен конечно мне не очень нравится но цель готовить пыль никогда не будет видно мне вот этим она не нравится что ты не видишь пыли ты не можешь нормально очистить она такая рифлененькая вариант этой подхиткой пока это но кто знает новый смеситель и здесь она был ремонт они готовили это все единственный нюанс я вот щелкнул два переключателя и у нас здесь нет вытяжки соответственно нет вытяжки будет собираться влага но что поделаешь вот здесь вытяжка есть а тут что-то не придумали ладно это их косяк когда в творите все такие штуки это конечно порой интересно что ты с ней делаешь а вот это офигенная штука если правильно понял это очень редко вот этот вот смеситель у него внутри миксер иногда его нужно менять но это редко но было если вдруг то такое понадобится если первых летая стена до снаю отсюда просто открываете и залазите внутри все чинить я не буду влазить потому что мы сегодня не ремонт а просто смотрим что тут коту входим в клозет позит тоже просторный включаем 1 походу его я только раз смотрите в огонь огромный здоровый вложили новые полы но они самые дорогие 1 2 3 4 5 шагов вперед то есть этот позит как одна из тех комнат которые я рассмотрел много полочек много шкафчиков очень супер-пупер офигенно выключаем два смесителя это очень удобно но точнее все смотри что же есть в доме дальше блин такими лабиринтами хожу просто будь здоров так тут мы были то сказано главное прикроем и выключим теперь вот это вы будете ли венрум гостиная мы поднимаемся вверх полы новые ковролин соответственно тоже новый я так на что они плюс-минус все тут обновляли вот только окна не не попереживали о них поднимаемся вверх мне очень нравится когда дом светлых тонах сделан это так выглядит очень красивый и даже дорого сказал можно подняться как со входа так и стороны кухни либо гостевой люстра конечно староватая но что поделаешь там уже видно трещинка но это походу не сильно серьезно пока что тут игровая комната либо наверное мидиарум это давайте посмотрим если не считать вот этот аппендикс то она 7 на 8 шагов до вот этой лестнице это еще вот тут где-то два шага но шаг точно после игровой комнаты во первых вот тут открывается такой красивый вид на дом мы идем сюда здесь еще получается насколько мы посмотрели две там значит две здесь комната раз она будет по-любому сквозная я думаю что тоже будет 5 на 5 либо 6 на 6 немножко не угадала 5 на 6 смогут вектор опять пожелтевший старый подливать заменим вводим сквозная ванна у нас умывальник унитаз ванна общее и тут тоже чем умывальник и кладет прикольно там выпадет да там тоже был платит но тут походу шкафчиками голов нет тоже достаточно я пускал просторный удобный кладет здесь у нас из красиво смотрится но не люблю потому что это непрактично если вдруг что-то как-то делать какой-то потом ремонт шкафчики кто-то даже на всякий случай осталось вдруг кому-то сильно будет нужно и это наверное для грязной одежды так идем дальше такая же комната я думаю она будет зеркальная 5 на 6 и так и есть она 5 на 6 после этого в принципе я не знаю если нам смысл лезть на чердак но не полезем давайте накрошим всякой грязи пыли смог детекторы по всему дому нужно заменить почему-то иногда у вас возникает вопрос в принципе не почему-то это нормальный вопрос какое отопление в американских домах в том районе где живу я то есть в той местности вот даллас мы лично мой город где живу plano либо по-английски play но как правило все воздушное отопление то есть зимой у вас нагревается либо газом либо электричеством например у меня в апартам комплексе нагревается электричеством потому что из-за безопасности они не хотят делать газовые фарнис эти юниты а в резидентских домах как правило наверно 90 95 процентов случаев будет газа соответственно зимой газом обогревает воздух летом кондиционер фреон ну и все такое все дела охлаждают воздух пошли дальше кстати вот видите здесь точно такая же проблема окошечко мокренькая слушайте по дому менять новых я думаю что здесь окна по меня тоже выйдет в копеечку но слушайте четыреста четыре тысячи на эти окна можно попробовать скинуть но я так подразумево думаю и в принципе даже очень неплохой пойдем аутсайд а потом пойдем в гараж открываем очень приятно красиво смотрите выходите у вас такая эре во первых она крытая можете отдыхать в любое время дня и ночи и парой года у вас здесь built-in встроенный гриль не знаю на самом деле этого фирмы насколько он крутой блатной но какой есть такой есть уже неплохо здесь холодильник который в большинстве случаев потом перестает работать хотя смотрите нифига себе тут пивасик но мы не будем не знаем чё причем камни я думаю что тут без газа без ничего просто берешь его и запаливаешь джих до снизу ничего нету никакого газа не подведено бакер для бассейна не предназначен как вы уже поняли да можно поставить простой который этот индекс круглый либо квадратники забор нужно красить в общем если у вас будет собака то и принципе побегать будет где но бакер достаточно такой плотненький не сильно большой как многие из вас любят и вечно как только я не буду на бакер говорит ах место для бассейна нет не катит все здесь мы походили пошли смотреть гараж потому что здесь мне показывать больше нечего кстати вот эта вот штука ну как правило когда строить дом но в редких случаях ее ставят и ее не ставят потом когда вы доставляете вот такую парю чтобы поставить люди берут разрешение у города после того поставили ее оценивают и за счет этого вырастается на вашего дома поэтому без разрешения в принципе нельзя чтобы город знал что вы сделали улучшение своего дома и просили с вас за это деньги потому что от стоимости дома будет зависеть стоимость налога сколько вы будете платить за дом за год за и движется а теперь самое крутое и приятное для каждого мужика но и для девчонок я думаю тоже гараж смотрите какой он а грамме на ней вот даже это есть три машины въедут легко один большой один маленький и вот что можно считать сколько места для стеллажей туда же смотрите есть краски ну потому что они делали недавно ремонт и к любому но краска пустовалась что в принципе даже очень хорошо вот у нас как правило как выглядит щиток все предохранительные у нас в норме даже подписано вечная беда подписывает раз через раз если подписать то не очень круто это у нас irrigation system поливная система на улице ну и как-то вот так слушайте красивый аккуратненький гараж 2 на чердак то есть на самом деле здесь может быть он отсоединенным домом просто где крыша над гаражом там дополнительное место где можно хранить вещи но я тоже туда не полезу потому что думала либо лестницы небезопасно либо там что-то еще смотрите да горит его удобно и леди конвертировать защитили на блогах блин вот это офигенно но откровать мы тоже не будем это конечно старые новая такая штука стоит 250 долларов ну 200 точно можно найти блин офигенно за 404 тысячи я считаю так один из самых достойных домов которые он пока что в последнее время показывал ну а теперь давайте к нашим плюшкам такой маленькая немножко общая информация доме то есть в дом сам общей площадью 3166 square foot площадь всего лота здесь 9150 у дома есть и чуэй то есть ассоциации домовладельцев каждый месяц надо 15 долларов платить и сам вот этот вот дом 95 года что в принципе по местным нормам мы нормальный молодой дом 25 лет всего-то так это что значится по общему теперь переходим к калькуляции сколько за него нужно платить в общем если вы дадите восемьдесят одну тысячу down payment а то есть первоначально разноса это равняется 20 процентов то ваш месячный платеж будет составлять 2200 долларов из них будет 1300 долларов на кредит сейчас зилу рассчитывает под 2.73 процента годовых на 30 лет то есть 1320 за кредит за налог на землю в месяц 720 долларов иншуранс на такой дом его говорит будет где-то 142 доллара ассоциация домовладельцев 15 долларов и еще где-то такой вот дом я думаю на коммунальные платежи у вас ведет 300 400 долларов наверное стабильно и причем вас будет летом на электричество уходить например я думаю что 150 200 долларов а зимой вас будет уходить на газ 150 200 долларов потому что летом электричество охлаждается но потому что кондиционер нагрузка большая а зимой будет большое потребление газа то есть если грубо считать 400 долларов на коммунальные платежи сам дом будет обходиться в 2600 но при этом вы уже 81 тысячи сюда отдадите плюс там будет три процента вам надо будет дать еще агенту за то что все это оформление пошло и поехало но таким по грубым подчетом вы имеете общую картину да кстати иногда на рынке например совершенно одинаковый дом может стоить в 50 100 тысяч разница ну в разных местах конечно соответственно не будут одно из первых какой критерий люди смотрят эта школа неважно есть у вас дети или нет но уровень школы в районе где находится дом очень решает насколько будет дорогая property и насколько вам легче будет ее продать то есть даже если у вас нет детей вы думаете ну мне здесь не важны поэтому дом можно купить дешевле туда вы купите его дешевле но потом вам все равно будет его тяжелее продать потому что в большинстве случаев люди семейные ну и все смотрят такой дом чтобы был в хорошем районе здесь школы младшая школа десятка средняя школа восьмерка высшая школа семерка поэтому наверное дом стоит столько если бы школы были еще средние высшие школы на девяточку десяточку я думаю по 1500 бы такой домик бы спрыгнул а так 404 до торга кстати смотрите прикол вот на зилу мне выдало 2200 приблизительно платеж месячный за такой дом а вот через application которое приложение меня впустило в этот дом они говорят что дом будет стоить 2500 в месяц приблизительно до коммуналки и превращается что вы даете 20 процентов дом поэтому разные системы считают что-то по-разному а вот тут например на 50 долларов я вижу property tax налог на землю больше посчитали но каждый немножко использует свою базу но в среднем вы получили свое впечатление сколько быстро этот дом 2500 а теперь можно с него валить просто я по-моему показал вам прям уже все 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 что здесь можно и валить очень просто открыли дверь вышли закрыли дверь можно вот так нажать еще и все и пошли отсюда последний взгляд на этот домик крыша но отсюда она выглядит очень хорошо я говорю что она может быть так вот поделена с домом и то есть чердак который мы видели в гараже он будет просто как склад а домик вот выглядит красиво мне нравится напишите в комментариях нравится ли вам такой домик а также чтобы вы еще хотели чтобы я вам показывал в очередных следующих домах которые будут к осмотру а на сегодня видео подошло к концу надеюсь я удовлетворил ваше желание ответил на какой-нибудь еще один из ваших вопросов если нет вы знаете куда написать чтобы я работал над ошибкой пока если нет его если бы не было еще еще этих переключателей в общем если в общем есть у вас будет вы знаете где их вы знаете куда написать